Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Владимир Борисов, представляю вам сегодня двух замечательных людей. Только что закончилась презентация книги, юбилейное издание книги «Святослав и Доновым», автор Лев Прозоров и автор картины-иллюстрации книги Андрей Гусельников. Лев, скажи, пожалуйста, информация, которая послужила толчком к созданию книги, откуда она пришла? Впервые я услышал про связь хазарского каганата с иудаизмом из книги «Азбога Веду», но там было несколько грубое описание, несколько другие портреты героев. Мне хотелось бы знать твои источники. Собственно, в этой книге я дал более-менее перечень, в конце привел источников литературы, которым пользовался. Это, во-первых, русские летописи, это записи византийцев, и это записи восточных авторов, которые, хотя и не приводили имена русских вождей обычно, но описывали события, которые происходили в их время. То есть это исторические источники, официально признанные официальным каганатом? Да, да. Дело в том, что даже официально признанные источники у нас, как правило, мало читаются, малоизвестные и так далее. И благодаря этому, например, люди, даже официально представляющие наукой, выдают тезисы, которые противоречат, опять-таки, этим историческими ими же признанными, ими же вводимыми в ЭГХУ, в оборот, источниками. Простой пример. Все мы слышали с вами, что у нас письменность появилась только после крещения. Но нигде-нибудь, там, ни в каких-то загадочных победах, там, ни в каких-то там таблицах палахлов, в повести временных лет монаха Нестора черным по белому написано, в договоре Олега с византийцами о том, что на Руси существовала не просто письменность, но даже письменное завещание оформлялось. В отношении Казарского Каганата, например, в летописи черным по белому сказано, что Печенеги впервые напали на Русь при князе Игоря и отца Святослава, что Угры напали на Русь, тогда еще кочевые предки Венгруха, еще до Игоря при Олеге Вещере. Тем не менее, у нас многие профессора, сейчас и академики с серьезным видом нам рассказывают, как Казарский Каганат защищал Русь от кочевников. Вот простой пример того, что даже изучение, хорошее изучение знания официально признан широко публикуемых источникам, развеивает очень многие мифы. Это очень ценно в нашей плене. И похожий вопрос Андрею. Андрей, что послужило музой, вдохновением и источником информации, когда ты рисовал иллюстрации книги? Облик героев, например, отсутствие бороды и присутствие усов. Это исторический факт, либо это выдумка художника? Ну, насчет бороды и усов, это меня Азар вымустровал. Мне объяснил, что борода появляется позже, когда начались эти аварамические образы при царях московских, обоединялись вокруг церкви. А наша Русь действительно ходила, в общем-то, бритые, либо горшок, либо слиц, либо хохол, и усы. Усы, вот пример такие, как у Азара, соответственно, не как у меня. Дальше что? Что меня вдохновило? Одежда, успехи. Одежда, успехи. В общем-то, это долгий путь. Дело в том, что после перестройки был момент поиска, то есть рисовали фэнтезийно Русь. То есть я, в общем-то, еще до Азара не был такой жесткой реконструкции, до нашего знакомства. Но я постепенно приглядывался, искал именно настоящие. И действительно, какие-то, в общем-то, рисунки, маленько фэнтезийные книги, к сожалению. Вот, но с Азаром, в общем-то, и с реконструкторами оттачили, в общем-то, мой материал. Постепенно я, ну, куда-то пришел, в общем-то, к теме, в общем-то, в хорошей подаче костюма, доспехов, оружия. Надеюсь, что сейчас я этот ритм уже начинаю выдерживать. Потому что много реконструкторского материала, и я, вроде, его начинаю подавать правильно. Я надеюсь. То есть эту книгу можно назвать реконструкцией событий и реконструкцией облика героев? Абсолютно верно. Я скажу так. Сегодня очень много ленивых авторов, которые пишут из головы, высасывая образы и фантазируя. Или перерисовывая более ранних авторов. Да, не стараясь как-то вот подать правду. Вот Азар, он из тех, в общем-то, авторов, которых я всегда и хотел бы оформлять, которые работают с материалом, не рождают какие-то образы, а вытаскивают то, что было настоящим и потрясающим. Понимаете? Не надо придумывать нам новых каких-то там орков или властелин колец. У нас такие святославы, что их властелин колец просто не должны сниматься по факту в нашей России. Я даже скажу более. В западных сагах очень часто используют элементы нашего. И это трогает людей именно потому, что они чувствуют элементы правды. Я с вами. Я так понимаю, у вас сложился уже творческий союз. Вы и дальше собираетесь творить вместе, писать книги и иллюстрировать. Скажите о ваших планах, нашим зрителям. Ну, в ближайшее время, вот просто то, как... Во-первых, для начала, я сейчас работаю над переработкой многих своих старых типов. Потому что постоянно идет новая информация, даже сейчас. Да, для осмысления, даже сейчас. Даже сейчас узнаешь новое и новое. Когда я писал, вот скажем, святославы, я многих вещей еще не знал. Например, когда я писал эти свои остальные книги, тоже. В Амаряжской Руси надо хорошо доработать книгу. И тут как раз карту. У меня все спрашивают карту. Вот Андрей тут мне поможет, надеюсь. Что касается дальнейшего творчества. Дописать. Дописать роман про Мячеслава, третью часть. И совместно... Про Мячеслав. Про Мячеслав это дружинник Святослава и Звятича. И сейчас у меня вышел роман. Вот две первые книги уже продаются в магазинах. Сейчас я пишу, работаю над третьим домом. А что касается моей дальнейшей деятельности, то хочу сделать книгу по слову о полку Игореве. Раскрыть языческую суть этой древней поэмы, даже не твоеверческую, а языческую суть. Именно языческую суть. Разобраться с теми миражами, с теми мистификациями, профанациями, которые сейчас ее окружают. Потому что есть авторы, которые пытаются выдать слово полку Игореве за христианский целиком памятник. Вплоть до того, что, оказывается, даже Божьи внуки, знаете кто? Полохцы. Даже бог это языческий бог, а полохцы это языческий. И поэтому это... В данном случае я слово ведическое не особенно люблю употреблять. Ведическое это... У нас не в одном источнике касательно наших издуков. Вообще у нас когда-то вообще не было никакого особенного слова для обозначения религии, потому что оно не требовалось. Русь, кто сын Рус, Русин, Русич. Он и веры русского, и богов русских славит. Это было, естественно, само по себе. Вспомним договор Олега с Византией. Там, где говорится, ведист или христианин, язычник или христианин, там говорится, Русин или христианин. Русин или христианин, именно такая. Что касается слова язычник, я не считаю кем-то особенно рубы и не считаю, что нужно как-то вводить новую термию в эту отношение. Касательно слова полку Игоря, вот во-первых, во-первых, переделывать его, то есть переделывать под языческую, под христианскую мотиву, по-нормандските, оказывается, будет Тур. Всеволод это будет ТОР, Всеволод, а ЯРТУР это ЯРУНТОР и так далее. И пытаются вывернуть его в евразийскую сторону, этикет там половецкие уровни. Поэтому масса властификаций, с которыми что-то нужно делать. А у Андрея... Дальнейшая реконструкция, дальнейшая его шлифовка. Да, да. У Андрея замечательная серия рисунков ослоя полку Игоря. И я надеюсь, что вот будет текст изданного оформления Андрея и мои приложения, комментарии, гиста тема полку. Ну и в заключении нашего разговора хотел бы, чтобы вы сказали несколько слов вашим читателям, нашим зрителям. Что я могу сказать? Это мое лучшее пожелание, которое я могу дать читателям, зрителям. Те слова, которыми поминали Печенеги, князя, которым мы с Андреем создали книгу. Пусть дети ваши будут такими, как он. Андрей, твои слова? Я бы сказал так. В общем-то, сегодня наши потомки, часто неблагодарные, смотрят Бэтменов, смотрят Спайдерменов. Причем, как бы, не знают наших родных образов. Это все зажимается. Это все специально делается. Это уже объяснять не надо. Идет геноцид, культурный геноцид. Так вот, я хочу сказать, дорогие мои зрители, Во-первых, наше наследие велико. Много русских художников, которые действительно рисовали настоящих героев. Сегодня есть клубы реконструкторов. Я рекомендую вам, идите за этими образами. Вспоминайте предков. Не надо смотреть на Шварценеггеров. Не надо этих дурацких, в общем-то, сериалов смотреть. Становитесь русскими. Начинайте воспроизводить в семье наши образы, родные. И никакого иностранного нам не надо. Мы своим, в общем-то, живы. Как говорил Суворов, русские прусских бивали. Поэтому давайте бить чужеродное и возрождать свое. Хочу от всех наших зрителей поблагодарить вас, как восстанавливающих образ великого человека Святослава, тела которого затмевают подвиги Челгизхана, подвиги Александра Македонского. Святослав, наш русский человек. Мы должны это помнить. Мы должны знать, как это было на самом деле. Низкий вам поклон за вашу чудесную работу. До новых встреч!